Друзья всем привет! Сегодня у меня не рыбалка, а просто по катушке надо обкатать вот этот снежий, который я взял, поменялся, так скажем, с небольшой доплатой. Надо его по-любому обкатывать, потому что он новый. Как мне рассказали, там в карбюраторе специальное масло добавляют, чтобы не ржавел сам карбюратор изнутри. Вот, он немножко подчихивает, потому что он новый, он надо реально где-то 2 бака, минимум 2 бака выкатать. Ну, 20 литров бензина надо сжечь. Сегодня навряд ли я столько сожгу бензина. Значит, я его специально не глушу, я его завел в гараже. Ну, пока не буду глушить, пускай тарабанит. Может быть, это как бы неприятный звук будет для видеосъемки сейчас. Ну, попробую сейчас покататься и немножко вам расскажу, что в нем изменили, какие есть изменения. Ну, а дальше в процессе самой рыбалки, всего сезона зимнего этого, буду рассказывать, какие будут неудобства, возможно. Ну, я думаю, что особо неудобства не будет. Ну, есть офигенный плюс, я вам сейчас чуть попозже покажу, расскажу про карбюратор. Офигенная тема там есть. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, немножко покатался, вот сейчас гараж загнал его за беспорядок, извиняюсь. Ну, давайте немножко расскажу про него. Первое, что здесь видно на первом плане, это воздухозаборники, вот сетку сюда поставили, да, чтобы охлаждение было двигателем. Ну, я думаю, он бы и так охлаждался, но вот на прошлом у меня без вот этих вот сеточек было на прошлом Снежике. В целом, то же самое. Вот, одну фишку расскажу сейчас, даже не одну, а две. Мне очень понравилось. Здесь, короче, смотрите, сейчас вот так открывается. Про карбюратор немножко сразу расскажу. Вот. Значит, вот карбюратор. И здесь есть болт. Вот этот вот. Сейчас, как бы, показать поближе. Вот этот болтик, его можно вручную крутить. Это, получается, обогащение смеси. То есть, можно обороты двигателя чуть увеличить, чуть уменьшить. То есть, отрегулировать. Вручную не надо никакой отвертки. Вот он крутится, вот здесь вот он легко крутится. Вот. Вот это вот хорошая тема. А то на прошлом мне приходилось регулировать двумя отвертками. А здесь одним болтом можно оборот двигателя регулировать. Следующая фишка. Это вообще должно быть, мне кажется, на всех снегоходах. Разработчикам хочу посоветовать такие штуки ставить на всех. Вот, смотрите, сейчас поверну ключ. И здесь есть прикуриватель. Вот, заместо прикуривателя можно, вот я провод уже воткнул. USB-шный провод. Можно телефон заряжать, гаджеты там. То есть, это очень удобно. И вот сам вольтметр. Вот сейчас 13 вольт показывает. Вот такую вот штуку надо везде ставить. Сразу говорю, вот сейчас проверим. Сейчас я телефон воткну на зарядку. Так, подождите. Опа. Всё, телефон вот заряжается. Вот эта штука прям вообще капец нужная. Вот. И сразу полетели амперажи. Пиражи тикает. Ну, на камеру плохо просто видно. Какие цифры. Ну, 12-11 вольт. То есть, зарядка идёт. Вот. И тем самым можно смотреть вообще, сколько у тебя, насколько заряжен аккумулятор. Допустим, когда двигатель заводите, сразу напруга видно, что начинает уменьшаться. И сколько тебе надо вольт на зарядку. То есть, ёмкость заряда самого аккумулятора можно здесь посмотреть. Ну, вот так, в общих чертах всё то же самое. Панель приборов та же самая. Всё абсолютно идентично прошлому снегоходу. Единственное, просто у меня сразу вот эта крышка протекала. Бензин расплёскивался. Вот. А у этого нет. У этого хорошо всё. Ничего. Бензин не течёт через крышку. Но мне её заменили в прошлом году. Она потом перестала протекать. Ручки. Кстати, ручки нормально, греют. Я покатался, хорошо греют. Руки вообще не замёрзли. Вот. Но в целом пока, пока ещё так. В целом было хорошо. Ну, немножко покатался. В горку, конечно, он у меня не пошёл. Но он бы пошёл. Я просто очканул, немножко побоялся. То, что там сильный крутой укрон был. Боялся опрокинуться. Как бы езда в горку у меня ещё особого опыта нет. Поэтому, может быть, просто очканул. Ну, всё, друзья. Как бы вот такой вот получился мини-обзор. Небольшой ролик. Мне понравилось. Покатался. Скорость я развил где-то 42 км в час. Сильно не буду газу пока что давать. Надо обкатку пройти. Сейчас снега не так уж и много. Жду обильного снегопада, чтобы покататься по пухлому снегу. Хочется, конечно. Прошлый снегоход у меня, кстати, я на нём катался. Ну, то же самое. Он неплохо шёл по пухлому снегу. Благодаря расширителям на лыжах. Вот. Это обязательно надо ставить. Обязательно брать с насадками широкими. Чтобы он у вас сильно не зарывался в снегу. Так что, друзья, подписывайтесь на канал. Оставляйте комментарии. Будут ещё рыбалки. Будут поездки, покатушки. Всем счастливо. До следующих рыбалок. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова